какими люди в голливуде да да приятный приятного яду здравствуйте добрый вечер да но у меня полдень что интересного обсудим вот я даже честно не готов сразу с козырей давайте обсудим политика экономика хорошо давайте так два момента тогда раз я попал на такого вот серьезного собеседника пожалуйста как вам кажется пора ли в россии покончить с мораторием на смертную казнь или лучше этого не делать да это ничего не дает это не решает проблему введения или отмена мораторий на смертную казнь во первых я считаю что все таки если мы имеем армию если мы имеем институт насилия если мы имеем применение силы то оно должно быть узаконено да то есть если вы готовы принимать такую меру как возмездие как уничтожение кого-то там то мы должны иметь и юридическую скажем обоснованную систему подобного применения этой меры ну пожизненно это не ни в коем случае не должно отменять все должны решать референдум всенародный потому что прошлое мораторий был введен росчерком пера одного человека а это как бы не есть правильно если мы говорим о гражданах россии туда мы несем ответственность за воспитание за выращивание за за все прочее поэтому как бы мы должны платить за то что не так воспитали человека его пожизненным заключением но если мы имеем право с делать с иностранными государствами где мы как бы но не так сильно вторгаются и они зачастую едут сюда как на сафари то есть у них есть смертной казни у нас нет поэтому они готовы здесь совершать те преступления которые там не будут совершать поэтому применительно к ним да я считаю что возможно такой вариант тем более правоохранительные органы зачастую для того чтобы ну скажем осознавая что возмездие может быть не соизмеренно с садеями начинают черную просто не берут живыми ну это понятно да дело в том что насчет референдума я сначала был признадумался но где-то через 10 секунд корни против объясню почему был уже когда-то более двух тысяч лет назад такой референдум на нем кричали распни его помните да ну это не к форме наказания конкретному человеку тогда всех распинали подряд ну это вот второе дело в том что я считаю очень важную формулировку говорить про смертную казнь не высшая мер наказания а исключительная вот и подчеркнуть эту исключительность а в третьих я все-таки полагаю что здесь две два очень важных аспекта во первых вот то что вы сказали ощущение бессилия общества вот может подвигать просто на самосуды и по делу суди таких вот если то есть пусть лучше этим займется государство уполномоченные люди правосудие пусть лучше соблюдается общестановленный порядок правосудия что суд линча может тоже линчевать невиновных безусловно да во вторых для того чтобы полностью отказаться но вот я живу в государстве где где-то смертная казнь есть где-то нет вот дело в том что для этого общества должно достигнуть определенного уровня чтобы оно могло позволить себе такую роскошь но вот штат висконсин наверное находится на таком уровне а штат техас нет а вот и кроме того дело в том что я вообще считаю что вот такое разбалтывание может привести к тому что общество потребует закрутить гайки когда она потребует закрутить гайки будет сорвана резьба в истории примеров масса ну а задал я этот вопрос потому что вы в курсе что москве произошло вот там отягчающие обстоятельства такие что с моей точки зрения которые вообще там за то чтобы все было хорошо и пушисто я считаю что здесь другой вариант невозможный тем более у вас же формируется общество дикарей у которых в их их понятие это только слабость и никак иначе им все это лампочки ну да да если мы берем внутренний менталитет то они осознают а если внешне мы его не контролируем что там рождается какая менталь там же зачастую предлагает деньги исходя из того что смертной казни нет поэтому тебя просто не катят бери посидишь и мы тебя потом вытащим вот вот туда потому что это рождает безнаказанность и скажем ну при вам неправильное поведение понимание происходящих событий поэтому я говорю пока мы содержим армию пока выпускаем оружие пока мы мы должны упорядок все что не упорядочено будет хаотично зачем нам да я согласен это должно существовать уж если просто нельзя подменять понятие справедливости наказания и скажем неотвратимости то есть говорят мы можем осудить а если бы на три года осудили невиновного это чем лучше это не хуже мы человека ни за что посадили то есть справедливость наказание это одно а соизмеримость возмездия содеянным и совсем другое не горюшу сперта и казнь должна быть там как в военное время пять минут трибунал и все до требуется срок до требуется даже время какой-то не сразу приводить исполнения дать года три-четыре чтобы общество как бы остыло от этого всего и вынесла свой окончательный верник до требуется двойное скажем так расследование содеянным один раз сразу после второй раз перед тем как чтобы уже определилась но это совсем другое а просто существует и прямо в исполнении какие-то придурки по своему усмотрению общество не может им ответить о чем говорит ну да вот смотрите два тут момента но по поводу неотвратимости и второе по поводу еще раз смертной казни как ну какой-никакой вот этот мораторий это все-таки политический капитал он в россии сколько лет тут я думаю лет двадцать пять или дух больше но сделал дело в том что он действует так долго что его нарушение отмена или так далее уже сами по себе не очень желательный то есть до сих пор можно было хвалиться вот есть вот но вот мы не применяем да вот она у нас есть законе там и на бокс но мы не применяем а если отменить даже при самом вопиющем случае ну все отменили вот было и уже сказать я говорю что это не может решить один политик политическая это должно быть продуктом всенародного референдума все общество должно причем не просто за за базу берется уже существующая отмена а общество должно большинство голосов определить оставить не оставить а вы сомневаетесь в результатах такого референдума мне почему-то кажется что он предсказуем пути господь неисповедим откуда вызвать ну судя по общему тем более знаете как да длительная вот такой разгул вот такой хаос общество требует железной рукой навести порядок и это одно один из способов такого наведения я еще раз говорю само по себе отсутствие этой меры и ничего не решается решает две вещи первая неотвратимость и вторая скорость если наказание быстро опасно это опасно а что там не только не было а резко в вашем понимании что такое неотвратимость вот посмотрите советском союзе когда-то в уголовном кодексе и не наявили название сейчас не помню не уголовный какой-то процессуальный извините забыл могли судить по вновь открывшимся обстоятельствам я присмотреть дело пересмотреть дело в связи с нотями это было пересмотреть да так дело в том что если надо с кем-то расправиться эти обстоятельства будут вновь открываться всю жизнь поэтому нам должны быть не просто что он постарел обстоятельств обстоятельства имеющие непосредственно там это обстоятельства не по не каждое там там наличие обстоятельств тоже определяется как допустимые или недопустим там свой процедурный скажем кусочек просто так ты не можешь сказать что извините вот он кофе неотвратимость это то что один откупился другой не откупился вот что имеется по словам неотвратимость но откупился я могу так сказать если от купиться нельзя по закону иногда такие варианты есть то здесь как говорится наказание должно быть предельно я часто обсуждаю здесь как на по поводу конституции быть и как начитают гражданство кому попало и возникает вопрос извините если кому-то раздают вот так вот гражданство буквально раздают это государственная измена вы не согласны ну как сказать то что не существует определенного цена и или удлиненные процедуры получение гражданства я согласен фактически даже гражданин россии получает полное гражданство только по истечении 18 лет своей жизни на всякий случай рожденный до как это 18 лет своей жизни это факт это факт то что он родился он еще не гражданин ему надо отучиться и будут получить и только когда а тут какой-то иностранец получает то же самое течение месяца вы считаете что где я считаю что недостаточный срок должен быть более длинный срок и то есть человек на все равно присмотреться недостаточный да но гнете вот я вот слезу за последними новостями где-то последние полгода вот кто-то представил законопроект мельком она поскакивает их быстро листаю в думу что например плава право владения оружием должно быть у тех кто натурализацию прошел не раньше чем через пять лет нахождения в гражданстве у меня сразу возникает вопрос а может ему гражданство дать на пять лет позже а то получается он вроде как гражданин голосовать можно но оружие ему не доверяем а может ему вообще нельзя доверять быть гражданином дайте ему там вид на жительство и все как-то не нравится это все и конституцию начинают нарушать уже я согласен но понимаете во первых все хорошо в меру да должно быть какой но вы должны понять еще грешен по сути своей бывают ситуации когда и казалось бы добропорядочный гражданин начинает силу определенных обстоятельств делать совершать преступление просто совершать преступление человек грешен по сути своей всевозможны но тогда нельзя сказать что если гражданин это гарантирует что он не совершит преступление безусловно как раз гарантирует поэтому тут а то что необходимо как-то защищать внутренний рынок от последствий миграции и не всякая миграция полезна с этим тоже надо как бы иметь в виду и принимать определенные меры у нас одинаковая проблема и у нас и у вас потому что это на во всем мире это это способ взрывать общество изнутри или разу или разлагать его изнутри вот что наши демократы делают что ваши демократы они абсолютно одинаковые ну да да не всякая миграция полезна я же говорю лекарства сверх доза превращается в яд также да где-то нужна там новая кровь там смешение гены все полезно все понятно есть какие-то работы которые мигранты делают в силу своих лучше чем даже коренной но это еще не говорит о вседозвольности и доступности по пути мигрантов переделать общество под себя при этом зачастую раз расшатывая устой но это некоторым надо для того чтобы расшатать я совершенно не сомневаюсь тем более что вот эта тема которая у вас мигрантская скоро будет год я обратил внимание что впервые и у вас стали вот раскручивать интернет все сделал смотрю в июне и я думаю вот первая реакция а что случилось а почему раньше так не было а может это кто-то нарочно гонит волну как-то знаете чтобы и потом стал следить через месяц полтора это уже стали на высоких там властных кабинетах обсуждать дальше больше вот но где-то вот у меня четко вот зафиксировалось что июнь месяц это когда вот тема начала у вас раскручиваться в интернете ну я там радио телевидения то не у вас там я не могу по ним судить вот на мой взгляд это довольно таки совокупность чего-то спланированного и чего-то хаотичного а второе значит что я заметил вот вступил действие федеральный закон который нарушает конституцию и разрушение законодательного поля мы видим перед нами украину ведь россия в этом ты и обвиняла что вы начхали на свою конституцию ну вот и поэтому мы у вас забрали крым но они действительно на нее начхали это правда им можно не дикари а вам нельзя вы цивилизованное государство очень просто закон который разрешает лишать гражданство что прямо нарушает конституцию то есть принимать такие вообще вот мне не нравится чего в россии есть такая вот привычка не только там но просто мне просил учат заметно если есть проблема надо принять закона есть же уже существующие законы если они действуют не нужно применять закон как и забрать гражданство у того кто его незаконно получил нужно решением суда признать что острибы незаконно получил значит у тебя его нет никогда не было ну я понимаю но наши законодательные всегда юристы не всегда имеет вообще такого понятия нет как лишить гражданство можно ущемить в гражданских правах вот это борт наличие то что уже дать все равно что лишить жизни жизнь уже дома никуда-то не ну там знаете там такая лукавая формулировка ну я говорю вместо нормальное ущемление в гражданских правах начиная от изоляции кончая там лишением каких-то это если человеку получил гражданское гражданство но да ну там есть формулировка прекратить гражданство человек если учил русский язык узнать что прекратить можно то что ты начал ну возможно возможно это хотят сделать для лиц которые получили иное гражданство это гражданство россии нахрен не надо тут тоже очень много вопросов то есть допустим это касается особенно детей то есть по они двойного гражданства но здесь скажем ювельная юстиция есть а там ее нет и как кого судить какие они два гражданина разных государств один ссылается на одну юрисдикцию другой на другую тут тоже вот в этих двойном гражданстве вот там столько много вопросов возникает что иногда действительно если ты выбрал одно гражданство зачем тебе наше вот иди там и живи ты можешь сюда приезжать но живи по тем вот ты выбрал вот там а то мы вообще не поймем то ли нам войну начинать из-за того что ущемляется интерес нашего гражданина то ли нам его как провокатора посадить куда-нибудь ну понятно понятно но в любом случае перед нами всеми есть пример так называемый в украины которая дикое поле я считаю что россии так делать нельзя и поэтому а есть такая опасность и знаете я не только с вами эту тему поднимал и очень тяжело сказать человеку открой конституцию и прочти что там написано но это видимо украинцы покусали и зараза пошла дальше я все-таки считаю что еще раз говорю если это цивилизованное государство как россия оппозиционирует надо держать марку вот я за россию болею хочу чтобы она держала марку высоко мы сами за нее болеем но все не так просто мало ли че у нас а вот у нас у нас вообще президента нет кстати посмотрите а че у вас вообще вот это вот непонятная ситуация демократия помноженная на хаос вообще начала себя скажем полностью дискредитировать и нас президент ничего не решает ну ничего и вообще перестали чего-либо лишь ни одна проблема не у нас понимаете у нас как на украине понятие у них актер так у нас точно такой-то уже получает указивки они раздают и так они и украин такой сделали они все страны пытается папа подмять потому что транснациональной корпорации начинает править на семи боярщины семи банкирщина та же самая мы проходили все это это всегда идет к развалу государства отсутствие достаточной централизации лучше лучше президент лучшая система была в молдавии значит президент чуть не подписывает мы его быстренько отодвигаем как уборщица шкаф там протерли все подписали на место вернули вот это это гениально ну вот поэтому они молдави у нас нет россия россия страна императоров всегда была страной императоров централизации белого имела ряд функций которые ни один парламент ничего не в состоянии справиться потому что слишком большая страна и нужна незамедлительная реакция если затянуть время при наших половодях при наших скажем внезапных вторжениях при наших президент однозначно надзирялся особыми полномочиями которые позволяли ему быстро действовать и не согласовывать не с думы и дума как бы работала на скажем мы на перспектив на долгосрочную секундной ситуации всегда решал пера так россии нужен царь монархия а русский человек он у него мышление монархическое но не просто у нас была наследственная монархия доказал свою несостоятельность все наследники на всех наследниках природа почему-то отдыхала алексей был в подметке не годился петру великому екатерины великой павел был никто то есть а взять то уже стали на чем он больно от монарха отличался но я бушку подки о мышлении монархическое само по себе но монархическое мышление тысяч не говорит что он там был за эксплуатацию из николая 2 не отдавал должного значения эксплуатации и допустил антагонизм и социальный взрыв и революции 905 год и кровавое воскресенье вот тут то есть у него хаос творился полнейших государства но причем монархи что вот допустим трехсотлетний цикл который прошел он имеет некое такое но я не знаю какое слово подобрать и может неудачное подберу там то ли сакрально-мистический смысл а именно началось правление романовых с убийства варенка мальчика трех-четырех лет закончилось все это уничтожением всей семьи вот прилетела ответка через 300 лет как вы думаете романовы только номинально были романовы на самом деле они были салтыковы об этом просто стараются умолчать может захарьевы юрьевы но похоже на салтыковых того что у екатерины великой капли крови не было романовской не было да а если наверно а если был бесплоден откуда же взялся не понял вы как вы кома павли муж был бесплоден а она мутила салтыков причем скажем наставление елизаветы чтобы он там домутились за того что салтыков сослали она кого-то родила только там романовских кровей не было поэтому она очень ревностно всех наследников скажем начиная иван третий сразу то есть шестой сразу почему-то скончался с начала очень большое внимание на княжну тараканову и достали аж из-за границы хотя нахрен она них была если бы она сама была романовских в общем она всех то вот этих старалась совершенно верно но дело в том что в семнадцатом веке в общем-то в россии сделали то что и сейчас происходит а именно для того чтобы кого-то пускать во власть пускать можно только того на кого есть компромат нельзя пускать во власть того на кого нет компромата он будет неуправляем а если есть компромат тем половина половина все эти знати половина все это и знати ушли под поляков присягали там ими так далее то есть но поэтому и путина Что не так же было Он пришел, когда его посадили Он был демократ, он сам сказал К нему зашли в кабинет, сказали Управить здесь не будете Он сказал, посмотрим И он столкнулся с той же семи боярщины Только это были Семи банкирщина Березовский свою дудку играл Ходорковский свою дудку играл Пришлось отфильтровать Элиту так, чтобы остался элит А подчиненный ему И готовый работать, а остальное он просто Поубирал Поэтому это всегда так должно быть Сочетание Элиты и монарха Но оно всегда должно быть утверждено Кем? Всенародными Выборами Только тогда власть будет Легитирована Ну вот у нас был уже один Донни, который не вписывался В систему И я, Сергей, я такого еще не видел Никогда Как и весь мир и говорит, что Выборы были Нет, я 30 лет здесь живу Я не помню такого, чтобы все 4 года Пока Донни был в Белом доме Во всех абсолютно публичных выступлениях У демократов Никакой не было проблемы вообще Кроме того, как сковырнуть Трампа Все Нет в Америке никаких проблем Я такого еще не видел Тем более, что я помню Все-таки они объединились Когда было так 9-11 Вот тогда А тут Вот Я, кроме того, не видел Уже Такого, знаете Ну, чтобы спикер Конгресса Демонстративно Вала выступление Президента Еще когда она была спикером Я уж не говорю, что недавно Желающие могут, кстати, послушать ее Немецкая волна брала у нее интервью Ну, если не противно, конечно Вот Оно на русском языке На английском я не нашел Вот Что вы думаете о Трампе? Ну, меня учили в детстве Не произносить неприличные там Нецензурные слова То есть Дональд Трамп Это не цензурное слово Это не имеет фамилии А это не цензурщина Ну, вот такое вот чудо у нас было Ну Столкнулись два клана Это было всегда Если там родовые кланы были там Нарышкины там То здесь столкнулись кланы Олигархические Финансовые И производственные Трамп яркий представитель производственного Байден яркий представитель финансов Вы смотрите, как они деньги штампуют Они уже не глядят Это безусловно Я просто смотрю на другое Смотрю на массу конченых дебилов Которые голосуют за сторонника глобалистов Я же ему говорю Ну, ему плевать на Америку У нее другие интересы Ты кого привезти хочешь? До лампочки Вот я не понимаю Народ поэтому их Выговорит Христа распел Поэтому распел Не задумывается Что мы наблюдаем Здесь сейчас Значит Удирает кто-то из Нью-Йорка Потому что там жить стало невозможно Удирает куда? Ну, желательно туда Где нет демократов Флорида, Техас Вот такие вот места Обустраивается на новом месте За кого он на новом месте голосует? Угадайся с первого раза За демократов Чтобы там было так Как там, откуда он убежал Туда, где их нет Это лечится? Это не лечится, на мой взгляд Я не знаю Может, я Недостаточно умен Для своего возраста Может, там Вы выложите Кто-то в комментариях Там напишет Я вот пытаюсь разгадать Эту загадку Не могу ее понять никак Это распыляют там что-то Воду что-то подмешивают Вот Или это с Хохляндией связались Ну, понятно Ну, я говорю Везде своя специфика Везде вот За Хаумсом Просматривается Порядок Поэтому тут Сложно, конечно Но я говорю Россия вот Выстроила свой путь Поэтому Путин так Удачно, скажем так Правит А после Путина Вы понимаете, что У Путина Вы знаете, есть вот Одна ситуация После нас, хоть потом А Ну, крайняя ситуация Понимаете Ну, что после Путина Будет что-то и после Путина Понимаете, как это было сделано То, что его надо было Продлить нахождение Ну, я, в принципе, согласен Наверное, для России Это лучший вариант Мне очень не нравилось Как это было сделано Не то, что это было сделано Это самый сложный процесс Найти себе преемника Еще раз говорю Наши императоры Этого сделали Ни один император Не смог Императоры, да А цари? Ну, цари там еще А императоры не могли Найти преемника Это очень сложный И очень И малоотработанная процедура Во-первых, преемника Будет назначать Путин И преемник выиграет Хоть он там Сам Медведев Все равно выиграет Потому что он преемник Вот А кто уж будет Тут, извините Пути Господни Исповедим А вот вам и доказательство Преимущества Системы выборщиков Потому что Извините Народу что-то дать Ну, народ Так, мы сегодня будем На уроке Или смоемся с уроков Побежим в кино Все скажут Смоемся Президенте И он все равно Им стал Ну, у меня на фамилии К сожалению Плохая память Значит, он победил У нас Вот А потом уже Голосуют выборщики Через 40 дней И за эти 40 дней Выясняется Что оказывается Он спал с рабыней И он это скрыл А мы-то не знали Короче Все выборщики Проголосовали против него После этого Ну, вот пример Как система сработала То есть работала за то Ну, у нас У нас это неприемлемо Система выборщиков Она вяжется Совсем от другого Это не наш вариант Система выборщиков Насколько я понял Отличается тем Что гражданин Может проголосовать Но граждане Очень много иммигрантов Они безграмотны И они как бы Должны были делегировать Свои права Вот этим самым выдержчикам У нас делегирование прав Уже было Сначала съезду советов Потом там местным Сейчас у нас Прямое голосование Неважно Прямое И выборщики у нас Они не вписываются никак Но не только это Это часть Есть еще один момент Дело в том Что Соединенные Штаты Это союз государств Кстати Стоит от государства Ну да, да Там другая структура Да И поэтому Нужно обеспечить Чтобы небольшие штаты Не потерялись совсем Вот Значит Чисто математически Какой бы крохотный штат Ни был У него все равно Будет три голоса Хочешь не хочешь А общее количество Оно с 538 Не меняется Поэтому Раз в 10 лет Проводится перепись И чисто математически Кто-то потерял Там голос Кто-то получил Но общее количество Не меняется И поэтому Да, демократы Кричат Караул One man one vote Потому что Вот Один человек Один голос Должно быть Потому что Они знакомят Это весь этот Лос-Анджелес Весь Нью-Йорк Плюс у нас Очень жесткая система Внутреннего контроля Именно прописка Вызванная Борьбой С Иностранными И там Всякими Вмешательствами Я не знаю Там Ну со всеми Прошу прощения Но мне очень нужно Ваше понимание И поддержка Шпионами Шпионами И очень жестко Нужен ремонту В доме Надеюсь Не будете злиться За рекламные даны Мой канал Необычная девушка Марина И у нас вы увидите Паспорт показываешь Без паспорта Я вам с тобой Интересный момент А вот Насколько я знаю В США Даже паспорта Они водительским Индостырией Не заменялись Паспорта брали Сто тысяч Он паспорт Если вы Не ездите С границы Он вообще Он не нужен А у нас В Москве Паспорт Давай То есть У нас Система Другое Да Дело в том Что это все Решается На уровне Штатов И то Что многие Рассказывают Проблема в том Что когда люди Рассказывают Противоположные вещи Об Америке Правы все Просто этот Рассказывает Как здесь А другой Рассказывает Как здесь У нас 50 Штатов И многие Не знают Что у нас Даже правила Движения В каждом Штате Свои Это правда Другими словами Но известно Что Америка Давно Требует Определенной Стандартизации Проводить Проводить Не так Просто Как Ну Не просто И может быть Вы знаете Я когда жил Во в туризме Мне там нравилось Больше У меня была Хорошая машина С красивой Мордой А там Нет передних Номеров И когда мне Пришлось оттуда Уезжать Вот обратно На Средний Запад Жаль было Потому что без переднего Номера Был намного Красивее Ну вот Везде Свои топ Конечно А патриотам Еще лучше Спереди Можете поставить Хоть московский Номер Какой хотите Далантский Какой Смотрит Только на задний Ну вот Ладно Мы неплохо Сегодня пообщались Спасибо Вам спасибо За беседу Удачи Здоровья Всего самого Удачи Дай хорошей охотой У вас хорошо получается Спасибо